Всем привет! Сегодня у нас вкусная пицца. Мы уже ее как-то брали. Она с курочкой, с моцареллой и с ананасами. Бургеры с говяжьей котлеткой и картошку по-деревенски. Бургеры, конечно, не такие большие. И сырный соус. Всем приятного аппетита! Приятного аппетита! Я пью шампанское, Костя сок. Настя, сегодня у нас праздник. Видео, наверное, выйдет на следующий день, потому что мы снимаем уже вечером и, наверное, не будем выставлять. Вкусная картошечка. Все горячее. Костя только привез. Так понравилось. Я написала. 15 минут и нам все приготовили. Всех, мам, с праздником. Поздравляем. Всех с праздником. Кто мечтает стать мамой, у вас все обязательно получится. Дети, конечно, это большое счастье. Большая ответственность. Бургер, сыр, соус, помидорка, соленые огурчики, лук красный. Примерно как мы дома готовим, да? Капуста пиклинская и какой-то кляр сверху еще. Лук-то ли? Может, лук? Лук в кляре, наверное. Вкусно. Левушка лежит у нас рядом, смотрит за нами. Держи, игрушечки. Держи, игрушечки. Я пиццу сначала начал есть. Вкуснятина. У меня дома цветочки стоят. Я обожаю свежие цветы. Честно, я бы каждую неделю обновляла цветы. Мне нравится очень гипсофила. Костя мне как-то дарил. Она очень долго стоит. Снежан надо в цветочный отправить. Бургер очень похож на наш домашний. Мне понравился. Ну, примерно, мне кажется, так и готовим. Каждый день это прям толстенькое. С виду похоже. Мы сначала заказали роллы. Очень долго ждали. Два с лишним. Позвонили, они еще не готовы. И решили отказаться. Потому что у нас сколько сейчас уже время? Достаточно много мои роллы. Ждали два с лишним часа. Их даже не начали готовить. Тут так быстро ответили вообще. Молодцы. Такое классное сочетание курочек и ваннаса в сыром. Очень вкусно. Достал соску, перевернул ее. Другой стороной пытается взять. Он, правда, ее выкинул. Что ты глазки терешь, Паша? Нам уже скоро купаться. И укладываться спать. Поэтому мы еще роллы не стали дольше ждать. И то, и то я. Как тебе бургер сзади? Понравился. Котлетка такая сочная. Сам бургер очень вкусный. Это все у нас вышло? Нам 730 рублей. Вроде как. Часто пишите, говорится она. Вопросы. Я забыла. Елена Смирнова пишет. Попробуйте купить напольную, как в точку на Валберес. Нам очень помогла. Это про кошек, потому что они с мебель портят. У нас было напольное имя. Они вообще на нее внимания не обращали. И пишешь так же, Елена, про кошачью мяту. Что это такое, кошачья мята? Первый раз слышу. Блин. Типа болезьянки, что ли? А что она делает? Наверное, когтиточку надо нанести. Они будут на нее внимание обращать. Может быть. Пуфик уже испортил. Да. Так что терять нечего. Это в основном делает Вася. Взрослая кошка. Маленькая не трогай. Ну, спасибо за совет. У нас была... Не обращай внимания. Сабина Алиева. Привет, Снежана. Обожаю макбанг с пастой. Снежана, какой ты бываешь в стрессовой ситуации? Бывало ли у тебя панические атаки? Сабин, большой тебе привет. Спасибо за вопрос. Привет. В стрессовых ситуациях я, знаете, как вкопанное. Я не знаю, что делать. Мы рассказывали, что был случай, что мы его год праздновали у Лианы. И Артем у меня запекал гуся, и загорелась духовка. Из-за того, что жир капал, я всем предложила выйти на улицу. Типа бросить тебя, да? Лиана перекрыла газ, Костя начал тушить, а я предложила выйти на улицу. Ну, на этот момент была беременная. Я впадаю в ступор и не знаю, что делать. Панических атак, кстати, у меня не было. Просто читала у некоторых, кто-то прям дыхание перехватывает, дышать не могут. Слава богу, такого у меня не было. Костя, мне кажется, в стрессовых ситуациях берет все в руки и вообще не паникует. Что паниковать-то я? Стараюсь вообще никогда не паниковать. Как тебе бургер? Прикольно, вкусно. Ну, примерно как мы готовим. Только вкус котлеты отличается. Ты кушать хотела? Хотя мы перекусили, если перед видео. Да, мы думали сначала еще ждать роллы. Ну, очень долго. Фудлайф пишет, Снежана, здравствуйте. Так, из предыдущего видео я поняла, что вы мастер по маникюру. Как пришли к этому? Чем занимались в дом? Понимаю, что подобный вопрос уже мог был задан не раз, но буду благодарна за ответ. Спасибо за вопрос. Привет тебе. Привет. Как ты поняла, что хочешь заниматься маникюром? Вот этот момент с Костиком. Мне мама вроде предложила, что хочешь обучиться? Я говорю, дай, и мама мне дала деньги. Вот с этого началось. А как я поняла, что мне нравится, бабушка меня просила красти ногти обычным лаком. Я иногда по выходным ей красила. Вот с этого и пошло, что мне очень понравилось. Вот с этого. И бабуля. Ты, наверное, думала, что надо будет так же красить, да? Когда еще не училась. Мое первое обучение Костя меня повез. Я тогда, конечно, очень устала. Было две модели, Лиана и подружка, с которой мы больше не общаемся. Конечно, по сравнению с другими моими обучениями, это было очень слабенькое обучение. Так я и стала заниматься ногтями. Потом тортики. Что еще? Шоколад темперировала. Ну все, наверное. А до этого работала официально в магазине. Можно сказать, что ногтями очень давно занимаюсь. Может, с 2014-2015 года уже. Да, я как сейчас помню, я тебя ждал тогда весь день. А потом мы поехали в МАК. Да? Вот это не помню. Как сейчас поехали в МАК, я заказала много всего и сидели. Какой бурбер вкусный. Мне тоже понравился. Лук и огуречек прям в меру добавлены. Очень вкусный. И соус непонятный. Как будто не майонез с кетчем, что еще добавлено. Соткватый. Алла Эм. Здравствуйте. Как вы думаете, смогли бы вы начать и вести блог изначально отдельно? Или вы мотивируете и подталкиваете друг к дружку? Алла, спасибо за вопрос. Какой-то интересный вопрос. А, вообще отдельно. С самого начала. Я говорю, точно нет. Спасибо за вопрос. Очень интересно, если честно. Но вспоминая, как мы начинали блог, наверное, точно я бы не начала одна. Но я тем более, я вообще об этом не думаю. Хотя на тот момент, кого я смотрела, это были мукбангеры, которые снимают по отдельности. Одни. На тот момент семейных мукбангеров вообще не было, мне кажется. Именно российских. Да, мы, наверное, начали одни из первых вот именно вдвоем снимать. А сейчас их уже, я не знаю, несчитанное количество. Много, но я кого многих смотрела, они просто перестали снимать. Кстати, вот я понимаю, привыкаешь к людям, да? Смотришь, ждёшь ролики, а они пропадают. Как-то грустно становится. Надеюсь, если мы закончим с мукбангами, мы откроем что-то другое, чтобы совсем не пропадать. Сейчас даже если мы видео 3-4 дня не наставляем, для нас это уже очень много. Много. Как будто мы пропали там на месяц. Также спасибо за поздравление с Днём Матери. Большое вам спасибо. Что, Малая? Ангелина Анова пишет. Привет, Ангелина, большой привет. Вопрос, хотите ли вы задумались о втором ребёнке и хотите ли через какое-то время второго ребёнка. Много вопросов было про детей. Хотим ли второго, вообще будем ли за вторым. Я сначала говорила, что 2-3 года, 4 не захочу. А знаете, поймала себя на мысли, что хотела бы двух или трёх детей. Я Костю говорю, он как-то не говорит желаем. Ну, пока, наверное, да. Всё-таки. У меня хватает одного. Я пересматриваю фотки, когда он был маленьким, и я так скучаю по вот такому маленькому ему. Когда он вообще кровоочесный был. Может, когда-нибудь, конечно. Я наткнулась на... Пойдём за вторым, но я думаю, пока точно. Ну, 3 года нет. Пару нет, наверное, да. Наткнулась на страничку девушки одна в Ютубе. За девятым ребёнком они пошли. Такие дети... Сама рожать. Да, разница маленькая. Ё-моё. Ну, у них, наверное, есть дома живёт, как поняла. Но я так поняла, что у неё маленькая периодичность между рождением детей. Я всё-таки удивляюсь. Всё-таки для организма надо восстановление для всего. Как так люди решаются? Надо же воспитать старших, дать образование. Сейчас наше время, мне кажется, всё равно. Как-то страшно. Ну, молодцы. Кто-то себя видит прямо в материнстве. И быть только мамой. Ну, да, может, это и все. Посвятить себя семье. Но я, конечно, хочу работать. Я хочу... Работать я хочу. Хочу работать и жить, наверное, для себя немного. Путешествовать два... Не погрязнуть, как это говорится, в пелёнках, распашонках, подгузниках. Давай себе ездит. Но знаю точно. У нас двоих детей, чтобы у него был родной братик или сестрёнка. Такой вопрос поступил. Александра пишет. Снежана, здравствуйте. Вы довольны? Зарплатой Костя? Так интересно, меня всегда умиляют вопросы про денежное соотношение между партнёрами мужа и женой. Как будто люди выходят не за человека замуж, а за зарплату или за деньги. Что, малыхи, мне нравится бунт? Я никогда не хотела сидеть у мужчины на шее. Я всегда хотела зарабатывать и иметь свои деньги. Видите, какую я жену хорошую нашёл. Некоторые говорят, например, зарплата моя, моя. Зарплата мужа наша. Я это вообще не понимаю. Вот можете на меня накинуться, но я вообще этого не понимаю. Я всегда хотела зарабатывать. И мне кажется, когда зарабатываешь, есть цель работать ещё, зарабатывать больше, чего-то там стараться. Это не значит, что я снижаю, не даю деньги. У нас деньги вообще всеобщие. У нас нет такого. Например, кому-то надо. То есть даже не спрашивай, зачем. Мы друг другу скинем. Костя работает. Я до конца работала мастером маникюра. Я 18-го приняла последнего клиента, 20-го я уже родила. Вы прикиньте, я говорила, что до рода в 2 месяца точно работать не буду. Всё работала и работала. Просто мне, слава богу, повезло. У меня была лёгкая беременность. Это, кстати, да. Всё, беременность была активная. Ну, я вот ещё не понимаю людей, тех, кто, например, зарабатывает, да, сумму, которая там ему нужна, ну, там, 50 тысяч, да, там, 100 тысяч, и на этом останавливается. Ну, они почему-то не стремятся более, да? Да. То есть, как по мне, денег много не бывает. Всегда есть, куда их можно потратить. Улучшить свои какие-то условия, да, жилья. Вообще просто различную технику хорошую купить. Близких радовать. Да. Вот маму поздравили. Подарили им цветочки. Заказали сладкие подарки. Я смотрю, вы нравитесь. Может, многие смотрят. Но вообще для меня... Она мне очень импонирует. Она какая молодец. Она работает, радует близких, ударит подарки. Хорошие подарки своим родным. Много очень работает. Я никогда не хотела быть домохозяйкой и не работать. Вот честно скажу. Ну, кому-то в этом комфортно, наверное, да? Это нормально, но просто я не понимаю тех, которые навязывают свое мнение. То есть, они сами сидят дома и всем говорят, что там жена не должна работать, да? Типа жена должна быть, семья, дети, муж зарабатывать. Ну, если вам так нравится, да. Я, например, хочу и дома успевать, и работать хочу. Уже корочки есть неохота. Было очень вкусно, все. Согласен с тобой, но я объелся. Я тоже объелась. Из-за того, что мы еще перекусили. Немного. Спасибо, что смотрели ролик в конце. Не забывайте написать свои комментарии, поставить лайк под видео. Нам будет очень приятно. Всем пока. До новых встреч.